Итого, ребята, как вы наверняка знаете, существуют разные стратегии, кто-то по фибоначчи торгует, кто-то по лунным затмениям, кто-то монетку подбрасывает, поэтому стратегии разные существуют, я не буду их критиковать, и, скажем так, каждая имеет право на существование, главное, чтобы эти стратегии были чем-то обоснованы, а обоснованы или подкреплены они могут быть статистикой, поэтому, если вам говорят, что торговля по лунным затмениям это плохо, а у вас есть подтвержденная статистика, что вы на этом денег зарабатываете, то критику в ваш адрес я вам рекомендую пропускать мимо ушей. Поэтому крайне важны пруфы, как говорится. Вот и я вам сегодня буду рассказывать про стратегию, которая подтверждена моей статистикой, моими домашками и успехами моих студентов, которые учатся у меня буквально с 2019 года, вот в конце 2019 года начались образовательные, скажем так, мероприятия в клубе «Картель», и вот больше 230 человек, кто вживую через меня прошел, и в группах, и в персональных занятиях, они знают, какие стратегии можно применять и почему это работает. И вот одно из них, как особенно интересную, я вам сегодня и расскажу. Итак, в общем, что мы тут с вами видим на графике? Видим график какого-то там надкусанного яблока в виде Apple. Как нам это вообще пригождается и все остальное? Нам нужно с вами поговорить о контртрендовой ситуации. Что такое контртрендовая? Это когда вы, скажем так, пытаетесь на графике понять, увидеть те предпосылки, которые скажут вам, что инструмент, будь это Форекс, будь это акция или криптовалюта, будут разворачиваться и идти в обратную сторону. Ну, то есть, если шло, условно говоря, куда-то все вверх, там лаланги вам казались, то нужно увидеть ту ситуацию, когда рынок развернется и резко начинает шортить. Значит, для того, чтобы это понять, и контртрендовые сделки – это ложные пробои одним и двумя барами, то вот это я вам сейчас буду рассказывать и даже показывать. Итак. Итак. Значит, вот такая картиночка у меня есть, секретная картинка. Этот художник, как художник от слова худо, я использую эту картинку на своих, скажем так, образовательных мероприятиях, и я вам сейчас объясню и покажу, почему эта стратегия работает в более чем 80% случаев, и почему в тех умных книжках, которые вы читали, вы этого могли не узнать. Итак. Значит, когда мы говорим про ложный пробой, во-первых, надо понимать, что такое вообще, что это такое вообще ложный пробой. Это, условно говоря, когда мяч выкатился из ворот, когда был пробой и обратно пробой закончился. То есть, когда вы там проткнули лист бумаги, а иголку оттуда вытащили. Вот эта вот штука, вот эта вот, вот эта вот. Вот это есть у нас ложный пробой какого-то уровня. Почему он называется ложный? Потому что открытие, вот это слева, мои любимые бары, вот эта палка слева, это цена открытия, условно, неважно какая, неважно какой инструмент. Это значит, когда произошло открытие, дальше был пробой, мы видим, что минимальная цена была ниже уровня, то есть пробой. А почему ложный? Цена вернулась обратно, выкупили, скажем так, и закрылась над уровнем, то есть вернулась обратно. Если бы инструмент закрылся где угодно под этим уровнем, внизу, это был бы обычный четкий пробой. Пробой уровня. Пробили и там и остались. Когда вы, условно говоря, взяли лист бумаги, проткнули пальцем и палец из бумаги не вытащили, это вы пробили листик бумаги. А когда вы пробили лист бумаги, палец вытащили, это ложный пробой листика бумаги. Дырка осталась, пробоя нет. Ну, вашего пальца нет, да? Так и здесь. Но ситуация заключается в чем? Очень многие из вас, читая умные книжки, выставляют ордера, а ордера у меня здесь показаны вот такими синими пунктирными полосочками, выставляют эти ордера, как учат нас умные книжки за 30 секунд до закрытия рынка или еще по каким-то другим критериям. Значит, эти моменты я прекрасно знаю и учился у Александра Михайловича Герчика и применял эту стратегию, но практика, скажем так, внесла свои определенные коррективы. И поэтому то, что я вам буду рассказывать, написано, конечно, в этих книгах, но чаще всего молоком и между строчек. А если без шуточек, то то, что я буду рассказывать, было накоплено путем практики, убытков и корректировки книжных стратегий. Итак, если мы говорим про ложный пробой, про контртрендовую сделку с одним баром. Значит, во-первых, очень важно, как мы докатились до ложного пробоя, до контртрендовой ситуации. Крайне важно, как мы пришли к пробою, вот этому ложному пробою. Крайне важно, какие вот эти бары у нас были слева. Кстати, напишите мне, пожалуйста, в чате, а я за ваше здоровье по этому поводу глоточек воды сделаю. Как вы думаете, на каких барах или свечах мы должны прийти? На больших, на маленьких? И как это вообще измеряется? Сколько это большой бар? Сколько это сантиметров, килограмм, метров? То есть, какой должен быть подход к уровню, чтобы потом думать о ложном проборе? Напишите в чате, пожалуйста. А я за ваше здоровье водички. Выпью, пить воду очень даже нужно. Так, 126 человек смотрит. Вы молодцы. 30 лайков, вы не молодцы. Значит, смотрим. На больших, на маленьких, на маленьких, на больших, на паранормальных. Мнения разделились. Сколько сантиметров должен быть бар, чтобы он был большой? И сколько килограмм он должен быть маленький? Там по 3, по 5, помните как? Если бы у меня вчера было 3 рубля, говорю, да, я бы купил этих раков, но у меня и рубля не было. Что такое маленькие и большие бары? Конкретно, ну-ка, уточняем. Так. Ну-ка, ну-ка. Подход на быстрых барах, так, что-то новенькое. Дальний ретест тоже можно считать. Можно, я только забыл, что такое дальний ретест. Но можно. Так, так, на истощение. Надо себе бумажечку вот записать умные слова. Вы тут писали срыв базы. Тут вот у меня есть, вот у меня есть листик. Вот мне сын задание написал, что мне нужно сделать. Я вот на себе сюда вот на листик запишу умные слова. Срыв базы. О, аномальные бары. Надо вот, чтобы я умнее звучал, надо себе записывать. Тут еще дальний ретест. Вот, дальний ретест. Я все время забываю, что такое дальний ретест, ближний. Вот надо записать. Тогда курсы дороже продавать смогу. Ну, если... О, полсантиметра. Но это маловато. Полсантиметра никто не оценит. Если кроме шуточек, смотрите. Так как мы говорим о контртрендовой сделке, то для нас важно, чтобы вот это движение инструмента пошло на истощение. То есть, если вот здесь вы видите, что идет вниз движение, я это называю поджатием, а поджатие, я смотрю, по хаям, уменьшение цены, вот так вот. То два варианта возможно. Если у нас идет подход на больших барах, а большие бары, я считаю, полтора и больше от АР, то это хорошая предпосылка. Если идет подход на малых барах, то подход на малых барах чаще всего к чему может привести? А ну-ка, кто напишет? Вот, вот даже тут я не успел сказать, как вы даже ответ написали. Ну-ка, к чему приведет подход на малых барах? Мне просто приятно общаться с людьми, которые понимают немного, а не, скажем так, для полных новичков. 15 сантиметров, это к доктору. Так. Во, Ануар, да, вот, молодец. Вот, будущий, а может даже текущий чемпион мира по трейдингу Ануар пишет к пробою. Ну и все последующие коллеги вслед за ним. Аккумуляционная модель. Пождите, я запишу. Аккумуляционная модель. Сейчас, надо записать. Столько умных слов. Спасибо. Вы умнеете, и я умнею. Сейчас я вот пишу. Аккумуля... Я знаю про аккумулятор, а вот аккумуляционную модель еще не знал. Значит, дальний ретест. Ретест. А, там вы про истощение писали, кажется. Вот, все, и теперь уже на три слова умнее. Это классно. Пробой, вы правы. Поэтому, если идет подход на малых барах, то это может привести к пробою. Действительно. И поэтому, здесь не зря вот так вот нарисовано должно быть, как это сказать, проторговка, остановка, короче. То есть, если вот эти бары меньше одного отара, и они считаются условно маленькими, то для того, чтобы иметь надежду на разворот, нам нужна остановка этого движения. Нам нужны предпосылки за разворот. Потому что именно разворот является тем, чего мы ждем. И начало противохода, скажем так, контртрендового движения. Поэтому, если есть подход на малых барах, нам нужна остановка. И что мы вообще хотим? Мы хотим, чтобы последующие бары, а еще лучше сам бар ложного пробоя, имел повышение цены по хаям, если мы говорим про лонговую ситуацию. То бишь, у нас вот эти хаи должны быть выше предыдущих. То есть, всевозможные у-образные, в-образные закругления и так далее. То есть, у нас должен быть вот такой вот разворот. Поэтому, если есть подход на больших барах, полтора-два отара, это хорошо. Если есть подход на малых барах, это плохо. Нужна проторговка и разворот. Если этого нет... Это, если этого нет, то, если вот этой проторговки нет, идет подход, то лучше вообще в такую ситуацию не лезть. Заражение тренда, не, ну это надо маску одевать на такой тренд. Есть еще зараженная зона какая-то. Значит, поэтому, малые бары, проторговка, разворот. Значит, дальше у нас может произойти ложный пробой. Я всегда торгую на дневки и выше. Никакие ложные пробои и все остальное на мелких таймфреймах я не смотрю. Потому что, как минимум, существует 86400 мелких таймфреймов, разнозначных и, скажем так, одинаково полезных. И, соответственно, выбрать какой-то из них, ну, я не знаю почему. Не слышал и не читал, чтобы трейдеры Goldman Sachs или Deutsche Bank торговали именно на 5-минутном таймфрейме, а не торговали на 7-минутном таймфрейме. Не знаю. Знаю точно, что они на дневочку смотрят и объемы тем более учитывают. Поэтому я жду, когда произойдет пробой, чтобы день закончился. Когда день закончится, у нас появится палка справа. Если это свеча, у вас получится, как бы, она законченная. Если это бар, у вас появится палка справа. И только тогда можно однозначно понять, что это ложный пробой. Почему? Если вы этого не сделаете, то ситуация будет следующая. Я его специально рисую. Если у вас есть какой-то уровень, условно. Вот у вас есть... Я уже забыл, как японскими свечами рисовать. Я рисую вам палками. Это вот цена открытия была. Дальше вот тут происходит движение, 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 движение. У вас инструмент вот где-то, скажем так, вот здесь торгуется. И у вас остается... У вас остается вот тут вот... Напишем. 30 сек до закрытия. Я сейчас сделаю крупнее. Вот так вот. Вы такой смотрите. Ага, он у меня выше. У меня стопудово будет ложный пробой одним баром. Я как чемпион по трейдингу где-то выставлю себе тут какую-то бледненькую, не знаю, там... Отложенный ордер какой-нибудь и все такое. Это как бы вы думаете об этом. Но уже здесь остается 30 секунд. Но потом, как такое бывает очень часто... Сейчас я попытаюсь... Так, это тыц. Я художник еще тот. Но когда у вас останется вот здесь вот... Вот здесь вот у вас останется 0 сек и день закроется... То вы можете быть неприятно удивлены, когда вместо того, чтобы закрыться вот здесь... Ваш инструмент за 30 секунд опустился вниз и закрылся внизу. А вы какого-то черта выставили отложенный ордер здесь с надеждой на лонг и все остальное. То есть вы такой классный, вы вот тут вот лонги нарисовали себе. Потому что у вас вот тут как будто был ложный пробой вот здесь. Но это уже стало не так спустя 30 секунд. И соответственно... То есть вот этого закрытия нет к моменту этого самого. То есть и это не контр-тренд. И какие лонги и все остальное. Поэтому я жду пока день закончится. Да, Бахадир, вы там кнопку отжимаете, а то Ютуб вас это... Решит, что вы кричите большими буквами, еще забанят Ютуб. Поэтому там есть кнопочка капслок такая, вы ее отжимаете. Спасибо, что проверили возможность написания большими буквами. Итого, нам нужно дождаться, где оно там закроется. И тут пошли секретики, как говорится. Секретик номер один. Супер важно, где будет закрытие вот этого бара ложного пробоя. Или свечи ложного пробоя. Секретик номер один. Для лонгов. Вот это закрытие должно быть выше вот этого открытия. То, как сейчас нарисовано, это плохой ложный пробой. Для того, чтобы он стал хорошим, нужно дождаться открытия нового дня. Вот этот нулевой день, это день принятия решения. Он может помочь. Но если мы не знаем, где он откроется. То есть, предположим, у нас ложный пробой был вчера. И торговый день не начался. И мы не знаем, где он там откроется. То вот этот ложный пробой плохой. Потому что закрытие ниже открытия. И это говорит нам о том, что вероятность похода в лонг невелика. Потому что, все-таки, шаркисты побеждают. На этом этапе понятно. Но в чатике напишите, пожалуйста. Ну-ка, я сейчас посмотрю. А то я могу так с микрофоном общаться, а вам ничего не понятно. Запись эфира будет. И эфира, и кефира. Так, ну-ка, сейчас. Что там про капсулок? Вопрос. Стоп. Ниже хвоста ложного пробоя. Это не слишком большой стоп, если не будет умещаться 20% АТР. Бахадир. Хороший вопрос. Я обязательно на него отвечу. Хороший вопрос. Я вижу, что вы книжку читали. А теперь мы будем вместе с вами думать. Понятно. Это хорошо. Пока понятно. Можете, кстати, кому понятно, в подобайку влепить этому видео. То бишь, палец вверх нажать. И тогда не только мне будет понятно, а еще и менеджерам будет понятно, что то, что я вам рассказываю, имеет какую-то для вас пользу. Вот 77 человекам понятно, кто лайкосик влепил. А остальным 50 или 60 нифига не понятно. Вот кому не понятно, смотрите видосы или ко мне на курсы записывайтесь. Я вам все это в течение месяца по все модели разжевываю. И очень понятно становится всем. Хорошо. Значит, на данный момент понятно. Итак, мы поняли с вами на данном этапе следующий важный момент. Надо, кстати, ускоряться. А то я про ложный пробой слишком долго рассказываю. Вы скоро заснете. Смотрите. Мы поняли следующее. Важно, как подходит к уровню. Во-первых, с чего надо было начать. Самое важное – уровень. Я сейчас не буду вам рассказывать свою градацию уровней. Какие уровни правильные по моей системе, по какой – нет. Предположим, у вас есть какая-то рабочая система. Предположим, вы как-то для себя определяете уровни. Может быть, они для меня являются запиленными, для вас нет. Неважно. Но если этот уровень сильный, относительно него вы смотрите пробой на дневке и выше, тогда это хорошо. Итак, мы, значит, поняли насчет подхода. Мы поняли насчет ложного пробоя. Почему он ложный? Я сказал, потому что он, иди, открылся, там и закрылся. Забегая наперед, вот этот шартовый тоже. Он должен открыться снизу, закрыться тоже снизу, под уровнем. Тогда это тоже будет ложный пробой, но для шартов. Для лонгов у нас он сверху. Сверху открылся, пробил с этого сверху и закрылся. Палочка справа, повынобута выше ливую. Да, Сергей, совершенно верно. Вот эта палочка должна быть выше вот этой палочки. Верно. Значит, я считаю важный момент следующее. Для того, чтобы однозначно определить, что лонгисты побеждают, секретик очередной, расстояние в деньгах фактически, ну или в АТАрах это лучше, расстояние от цены открытия до уровня, вот от этой палки, скажем так, ну от цены открытия, так же, как от цены закрытия до вот этого уровня, должно быть больше 5% АТАР. 5% АТАР должно быть больше. Нельзя открываться в уровень, нельзя закрываться в уровень. Вот это расстояние должно быть больше, чем 5% АТАР, так же, как здесь. Итак, значит, после того, как мы разобрались и увидим, что похоже на хороший ложный пробой, то есть, условно говоря, он, например, вот тут закрылся, у нас вот этой ситуации нет. Вот, выглядит все это, сейчас я как бы это вам сделать, а, вот, вот так вот, вот, у нас вот так вот выглядит, у нас нет нового дня, у нас только есть ложный пробой. Значит, тогда мы должны подготовиться к открытию торговой сессии. Мы не знаем, где оно там откроется, но мы должны подготовиться, потому что вот эта ситуация будет последний аргумент, в то, стоит ли заходить в сделку или не стоит. К чему мы готовимся, что мы делаем? Мы выставляем стоп, мы считаем, куда мы поставим стоп-лосс. Стоп-лосс ставится в единственно возможном месте, по крайней мере, в моей вселенной трейдинга, и во вселенной, скажем так, трейдинга Александра Михайловича Герчика, если я не ошибаюсь, то мы с ним, как минимум, мы с ним ставим стоп-лосс в единственно возможное место. При лонговой ситуации это ниже самого ложного пробоя, в данном случае ниже. Ну, кто как куда ставит, я ставлю стоп-лосс на расстоянии 5% от АР ниже вот этого уровня, ниже вот этой цены. То есть, мы не берем сейчас во внимание, каким способом вы считаете АТАРы, если вы считаете их через мета-трейдер 4-5 или еще каким-то способом, то это неправильный расчет АТАРы, он не учитывает паранормальные бары, он все подряд считает, это неправильный подсчет. Мы пока это убираем за скобки, предположим, у вас есть число АТАРы, вы должны взять от него 5% и вычесть от этой минимальной цены вот этого бара ложного пробоя, вычесть 5% от АР и получите цену, куда поставите стоп-лосс. Значит, другой вопрос, куда вы поставите отложенный йордер. По разным книжкам вы ставите в разное место отложенный йордер, по книжкам куда-то там близко ставится. В моей вселенной трейдинга отложенный йордер, вот эта буква О, это отложенный йордер, ставится на расстоянии 50% от АР. 50%. Мы не будем с вами рассуждать, хорошо это или плохо, скажу вам, это работает и да будет так. Следующий подготовительный этап. Когда мы посчитали, куда поставим отложенный йордер, когда мы посчитали, куда мы поставим стоп-лосс, мы должны посчитать размер стопа в деньгах. Мы знаем цену, мы знаем эту цену, мы считаем вот эту цену. Мы вычитаем для лонгов, вычитаем из цены отложенного йордера, вычитаем цену стоп-лосса, получаем размер стоп-лосса. Вот этот вот размер стоп-лосса полученный должен быть меньше 2 АТР. Меньше 2 АТР, которые, ну АТР у нас есть, предположим он 1 доллар предположим от 1 доллар значит вот этот размер стопа должен быть меньше 2 долларов это понятно? ну-ка в чатике напишите ну-ка все уже уснули или всем все понятно? так да там плюсики-минусики приветствуются донаты на ЗСУ тем более приветствуются так вот четырем коллегам понятно это уже хорошо из 139 четырем понятно так другим тоже понятно шикардос я вам вообще честно говоря вот я когда готовился к этому семинару скажем так думал стоит ли вам это рассказывать потому что честно говоря то что я вам рассказываю ну только еще подробнее с 25 тысячами примеров я это на своих платных семинарах рассказываю поэтому вы сейчас куча бабла экономите честно говоря ну долларов 100 не меньше вы сейчас сэкономите я думаю что ложные пробои как одним так и двумя барами супер актуальная супер рабочая тема и среди домашки которые у меня тут целая пачка с домашкой лежит кучу денег она приносит эта домашка в смысле что эта модель на домашке очень хорошо отрабатывает запись будет Александр Викторович будет будет то есть хвост сложного пробоя должен быть не более 1.45 от АР ну если так посчитать я бы даже сказал не больше чем 1.49 наверное то есть если вот это у нас 50 у меня это 50% от АР то вот этот вот кончик вот этот вот должен быть не больше чем 1.5 потому что в сумме вот эта штука должна быть меньше 2 ну технически а ну если так да 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 вы правы здесь 5% тут 50 да вы правы молодец Everlast S молодец математика наш друг вы правы не очень понятно Станислав не работает ссылка на куст так это херово значит смотрите для тех у кого ссылка не работает делаем вот так вот вы вот сюда переходите клуб картель вот это вот вот тут вот вот тут нажимаете вот картель маркет картель.маркет если у вас почему-то не работает сейчас дай бог оно откроется у меня тут тоже может что-нибудь не заработать ну-ка так брюки превращаются обновим превращаются брюки о открылось все работает вот сюда на маркет перешли вот тут у меня стабильный заработок на акциях вот это я там умничаю вот Сергей Заботкин это я и есть в очках такой умный парень вот вот сюда нажали почитали денег подсобрали и вперед или на групповой или на персональной и вперед это мы подготовились то есть у нас с вами есть понимание уже куда мы ставим отложенный ордер куда мы ставим стоп-лосс на каком расстоянии мы знаем что должно быть значит дальше нам нужно дождаться момента открытия рынка если это например Форекс это одна история если это акция это вторая если крипта вам не повезло 99% бирж открывается в 2 часа ночи по Киеву поэтому вместо того чтобы спать будете сидеть и ждать где оно там откроется ну значит в момент открытия в 9.30 по Нью-Йорку вам нужно чтобы инструмент открылся тут супер важно по цене закрытия ложного пробоя или выше но ниже чем 2 АТР от уровня еще раз повторяю медленно цена открытия в нулевой день день принятия решения день находящийся справа от ложного пробоя цена открытия вот это показанное должна быть по цене закрытия ложного пробоя при лонгах по цене или выше но ниже чем 2 АТР то есть если 2 АТР у вас где-то здесь с гепом на полэкрана нам нельзя открываться здесь по цене на 2 АТР дальше от уровня это супер важный момент это понятно плюсики минусики напишите ну-ка это супер важный момент то как показано сейчас на картинке это плохое открытие так как открылось на картинке так нельзя если произойдет такая ситуация как на картинке это плохо лонговать нельзя нельзя лонговать как на картинке почему первый минус от закрытия ниже открытия в нулевой день в день принятия решения в первые секунды когда мы уже узнаем цену открытия мы видим где мы открылись единственная предпосылка или единственная спасательная ситуация могла быть при ложном пробое если бы открылся условно сюда я это называю выравнивание по выравнивание по открытию то есть в данном случае можно было бы надеяться на лонги если бы мы открылись изгепом вверх но как нарисовано здесь это плохое открытие и лонги нежелательны и это значит что ваша подготовка при таком раскладе при открытии здесь отменяется то есть нельзя при таком раскладе выставлять отложенные нельзя выставлять стоп лосс и все остальное следовательно открытие вам все испортило если это порисовать как должно быть берем новый листик как должно быть у вас должна быть вот такая ситуация вот ваш уровень вот ваш ложный пробой сейчас крупнее делаем он должен условно говоря открыться здесь условно говоря закрыться здесь и он должен в новый день открыться вот тут при том вы контролируете чтобы это открытие было ниже вот условно у вас вы знаете АТР и у вас вот тут есть цена граничная 2 2 АТР 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 вот тут за какой-то период в скобочках Х мышка иди сюда вот то есть у вас вот это открытие должно быть по цене закрытия или выше но ниже чем 2 АТР потому что если он откроется если он откроется условно говоря вот здесь вот где-то а у вас отложенный йордер у вас вот тут где-то вы выставляете его давайте его сделаем вот таким вот и вот таким вот бледненьким ничего не видно давайте сделаем синеньким вот таким то практика показывает что открытие с гепом вот здесь до конца недели не приводит к откату вот сюда вниз вот сюда к вам и вот поход вот сюда вверх в 99% случаев открытие с гепом вверх за 5 дней не приведет к откату вниз поэтому нет смысла выставлять отложенный йордер здесь поэтому вы должны проверить что у вас открытие не должно быть вот здесь сейчас возьму вот так не видно какой нибудь цвет ну давайте красный то есть вот так плохо открыть вот это вот я надеюсь вы не запутались еще я подпишу смотрите вот это напишу хо лучше так написать хо рошо вот так вот то есть открытие здесь это хорошо открытие вниз это плохо то есть закрытие может быть хорошее открытие плохое то есть сломалось открытие вниз ниже закрытие тенденция на шарты а мы хотим в лонг открытие вверх закрытие вверх шикарно понятно на этом моменте ну-ка плюсики минусики 44 минуты я вам рассказываю будем ускоряться так ну-ка а ну сколько сколько меня терпят людей сейчас я смотрю 130 человек терпит 89 лайков шикарно и того что получается должно быть следующая ситуация он должен открыться вверх и только тогда мы выставляем отложенный ордер тогда действительно передается стоп лосс конечно же сразу нужно выставлять и где-то сразу выставляется тейк профит мы не ждем что нам дадут мы сразу выставляем отложенный ордер с уже заранее заготовленным стоп лоссом заранее заготовленным тейк профитом если вы торгуете криптовалюту на криптобиржах то 90% бирж не позволяют вам выставить одновременно стоп лосс и тейк профит до срабатывания вашего отложенного ордера это огромная проблема но это пока убираем за скобки то есть вам нужно чтобы выполнились эти условия и тогда вы выставляете что касается шортов значит вот эта картинка говорит нам следующее вот эти цифры это просто условные цифры показывающие что мы сдалека шли для шортов контртрендовая шортовая ситуация что должно быть мы должны подойти на больших барах это усиливает модель подход на малых барах модель ослабляет как мы с вами говорили подход на малых барах может привести к пробою и дальнейшему тренду нам это не надо значит если есть подход на малых барах нужен проторговка и намек на разворот то есть должны в данном случае лаи уменьшаться здесь что получается у нас ложный пробой почему он ложный потому что закрытие в той же плоскости ниже уровня там же где открытие глядя на вот эту вот палку ложного пробоя все понимают что ложный пробой потому что и открытие и закрытие находятся ниже уровня плюсики минусики напишите то есть ложный пробой для шартов цена и открытие и закрытие должна быть под уровнем или для любителей японских свечей 70-х годов это должны быть красные бары вот такие я почему значит не люблю японские свечи потому что там думать надо много плюс никогда не запоминайте в голове что зеленые это лонг красные это шорт и все остальное по очень простой причине легким движением руки в не там в любой сейчас найду вот в любом торговом терминале я легко и просто будь это ваш любимый какой-нибудь там трейдинг view или еще чего-нибудь я могу цвета любые вот тут поднастраивать и вот тут вот сделать что у меня смотрите я надеюсь оно не сохранится навсегда прикиньте как вам придется тяжело если я вот так вот сделаю ну и капец а если я не дай бог вот так вот сделаю то все книжки выкидывать надо я это к чему говорю смотрите вот так вот это лирическое отступление сейчас вот тут чтобы вам что-нибудь видно было я увеличу смотрите как я вам сделал наоборот и вы такой ой это у меня растущий тренд ага конечно а это просто злой забот взял их перекрасил понимаете поэтому не запоминайте в голове что зеленый это рост красные падения это то или сё ну не надо надо проверять тогда я лично пользуюсь вот эта штука и тут все понятно ну мне лично вот как бы ну то так и там еще цвет переделать и все остальное надо поэтому вот там даун ап видите вот это вот ап зеленое теперь надо делать а даун например красное или фиолетовое или серобуромалиновое ну это вот вот раз и все и привет поэтому японские свечи и цвета это последнее что вам надо запоминать поэтому получается следующая история для шартов что должно быть для шартов здесь опять показана плохая ситуация плохая ситуация почему цена закрытия находится выше цены открытия и лаи вот эти растут это значит тренд лонговый и если в момент открытия рынка например сегодня в 9.30 по Нью-Йорку или в 16.30 по Киеву все это происходит вот так то ни о каких шартах и речи быть не может нам нужно следующее нам нужно чтобы вот это открытие было вниз то есть рисуем я сегодня художник от слова худо рисуем шартовую ситуацию идеальную рисуем ситуацию полосочка такая давайте черненьким возьмем вот у нас такая рисуем идеальную мы открыли здесь а закрылись вот так вот вниз то есть вот эти подходы у нас какие-то были желательно на больших барах может быть было поджатие вот так вот значит и что дальше мы ждем нулевой день то есть ложный пробой есть хорошее закрытие что дальше мы ждем значит в идеале мы ждем что произойдет открытие вот здесь или ниже значит смотрите тут я напишу сверху пыр стопе где тут текст стопе вот тут продажи это чтобы мы вы понимали о чем мы вообще говорим с вами значит если открылись по цене закрытия или ниже но выше чем 2 АТР вот тут у нас где-то с вами 2 АТР находятся как граница которая говорит что слишком далеко для отката к отложенному ордеру который мы хотим поставить где-то там под уровнем условно говоря мы хотим поставить его где-то здесь какой-нибудь вот такой какой-то вот такой скажем так я напишу что мы хотим поставить но еще мы не готовы условия не выполнились хотим поставить подложку тут условно говоря вот значит вот здесь если откроется это пишу хорошо потому что ниже закрытия если откроется вот тут прямо огольнички вот тут откроется вот тут он если откроется вот это я напишу open давайте напишу а то или вот так ноль ноль ну как нулевой день вот так вот ноль открытие ну я думаю вы поняли вот нулевой день цена открытия если откроется здесь то это плохо плохо восклицательный знак это значит что за время вот за вот это время между закрытием торговой сессии здесь и открытием торговой сессии тут что-то произошло и ваши любимые крупные игроки о чем-то договорились что консенсус был такой что откроется здесь и не исключено вот так пойдет дальше вверх и ни о каком контртренде быть не может речи поэтому если откроется вверх хоть даже под уровнем не рекомендую шортить я не буду шортить если откроется вверх понятно ну-ка плюсики минусики я напоминаю что у нас с вами считанные минуты остаются ибо меня как говорится отключат через 6 минут поэтому впитывайте как можно подробнее где где моя мышка где тут мишка ну-ка так сколько у нас хороших людей хотя бы соточку лайков или в подобайчик вы мне накинули о соточка лайков есть мерси как говорят в парижах итак хорошо с плюсиками видно отлично итого получается что супер важным является цена открытия супер важным я всегда жду где откроется рынок и окончательное принятие решения о входе или не входе в сделку или выставление ордера принимается именно в первые секунды я не переключаюсь ни здесь ни ни в лонгах ни в шортах никогда ни на какой мелкий таймфрейм не переключаюсь по торговок не жду ничего не жду я жду открытия и тогда становится понятно кто кого как говорится если открылись вот сюда ниже закрытия зачем почему это важно у нас в момент открытия есть все четыре цены открытие закрытие high low все четыре цены равны в первую секунду или там миллисекунду и получается следующая история если порисовать у нас получается вот так условно начинается закругление и это то что нам нужно исследователя нам нужно проанализировать весь массив предпосылок подход на каких барах помимо того что какой уровень большие и маленькие бары атрально неправильно где было открытие где было закрытие насколько велик этот ложный пробой потому что мы же с вами стоп-лосс вот сюда поставим как всегда отступив вот здесь вот вот тут у нас с вами 5% от ара как всегда и вот здесь у нас как у меня лично 50% от ара я выставляю отложенный йорди и всегда я проверяю чтобы вот это вот у меня было меньше чем 2 от ара потому что иначе если стоп-лосс паранормально большой тэк-профит который я проведу где полосочка вот полосочка который я вот тут где-то проведу мишка мишка где твоя сберкнижка вот значит если я вот тут проведу тэк-профит а тэк-профит у меня минимум будет 3 стоп-лосса а лучше 5 ну новичков 3 вот тут 3 стоп-лосса то вы должны понимать что если у вас паранормальный стоп-лосс то до тэка будете ждать как до второго пришествия очень долго и скорее всего к этому моменту инструмент развернется вы точно стоп-лосс получите или делись их вообще этой акцией поэтому иметь паранормальный большой стоп-лосс вредно для вашего депозита и психике то что ждать будете долго и того что я вам могу сказать ложный пробой тут я конечно намалевал давайте вернемся на свою красивую картиночку здесь показана плохая ситуация чтобы она была хорошая вот это открытие должно быть сюда тогда произойдет так называемое выравнивание по открытию то бишь если все-таки получилось плохо как здесь если закрытие было выше открытия тогда нам нужно чтобы открылся вниз с гепом вниз но не дальше двух АТАР то есть как вот тут я малевал а где я малевал а вот здесь вот это должно произойти то есть если вот это вот закрытие вот это было плохое то есть он вот сюда закрылся условно это плохо то вся надежда на хорошее открытие но если этого не произошло если произошло примерно вот так то ни о каких шортах не может быть и речи и тогда мы ничего не выставляем а если выставили то я обычно в конце торговой недели то бишь как сегодня или перед праздниками отложенный ордер отменяю но если все произошло как надо тогда например 50% АТАР тут 5% АТАР выше хая тут этот самый тейк профит где-то там и выставили и убрали руки от клавиатуры и уже буквально через 5 минут или даже через 2 фактически после открытия рынка на каком вы торгуете вы уже свободны играть в танчики заниматься своей жизнью и так далее не надо высиживать ничего ну можно себе что-нибудь высидеть или отсидеть или иметь такие же большие линзы в очках как у меня если будет что-то высиживать но это как говорится не все значит есть еще ряд нюансов и самое сладкое я вам оставил на потом самое сладкое это ложный пробой двумя барами ложный пробой двумя барами имеет еще больше нюансов еще чаще отрабатывает и результативность ложного пробоя двумя барами можно сказать в 2 раза выше чем результативность ложного пробоя но так как я слишком долго и много рассказываю у нас это затянется с вами до глубокой ночи поэтому если вы хотите чтобы был похожего плана вебинар и по ложному пробоя с двумя барами отработка которого стремится к 95% то поставьте единички в чате здесь на ютубе если вас это все задолбало поставьте нолики и тогда и я и менеджеры будут знать стоит или не стоит вам организовать подобные вообще мероприятия потому что на самом деле то что вы в умных книжках читаете оно конечно хорошо но там написано процентов 50 того что работает остальные 50 написано между строчек поэтому определенный фидбэк жду от вас в чате и все-таки помолчу и почитаю ваши вопросы а кому лень писать можете просто лайк видео поставить ну или дизлайк если вы подлюка так читаю вопросы не совсем Everlast не совсем Украине буверского слава Константына и слава Забройным силам и усим кто захищает нашу державу и мы обовязково переможем и а ворогам обовязково смерти чтобы у них у них у горли перья поросло значит также хотел отметить следующее что почему это вообще работает какого черта вам слушать этого Заботкина самый простой пример надкусанное яблоко в виде эпла откуда это взялось я не буду уже пора заканчивать пока меня не отключили на закусочку почему это работает Apple уровень по зеленому хаи есть поджатие плохо закрытие ведь он зеленый плохой у него закрытие выше открытия открытие вниз выравнивание выравнивание по открытию предпосылочка это значит что буквально 15 декабря вы могли обратить на это дело внимание и подумать про шорты поставив например стопик условно говоря куда-то сюда от ложечку примерно по 197 с половиной и героически передали бы привет Тиму Куку и ну например вот это все хотя бы забрали если вы трейдер из инстаграма то конечно выйдете где-то вот здесь по 168 но свои скромные 5 к 1 за 2 недели я думаю даже на Apple вы бы забрали простой скучный ложный пробой который работает и который я вам рассказывал весь этот битый час как говорится за сколько времени можно научиться торговать на деньги ну у меня начало получаться спустя 4 года как я торговать начал если вы хотите этот процесс ускорить записывайтесь на курсы к Александру Михайловичу Дерчику или ко мне и тогда вместе с 225 плюс студентами вы сможете зарабатывать денег некоторые студенты особенно студентки которые у меня учились просто у женщин лучше с дисциплиной даже в интерактив брокерс где большие депозиты выкладывали свои скриншоты у них депозит после моих курсов вырастал в первые же месяцы на 10% я вам скажу это дофига много если не верите спросите у них сами в телеграме спешитесь отзывы почитайте и все остальное Юрий как быть с криптой а с криптой куча условий тоже есть по крипту крипту я тоже торгую но вот эти моменты вот эти что я вам тут художество делал они не являются скажем так окончательными есть вот эти вот эти моменты кто где открылся где закрылся подходы дыды 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 они тоже важны и как раз ложный пробой двумя барами намного лучше работает на крипте и очень хорошо работает пробой с закреплением то бишь по тренду то есть вы можете в комментариях под этим видео написать хотели бы вы дальше подобного вида разбора ситуаций и рабочих стратегий и тогда как бы да мы с вами можем встретиться и я вам это все дело поражевываю потому что я это рассказываю людям и показываю не только ложные пробои и работу в канале и про роботов и про много-много всяческих нюансов целый месяц мы по зуму созваниваемся и домашки делают люди десятки картинок иногда даже сотни когда у меня группа была большая вот позапрошлым летом и так далее и так далее с крипто это тоже работает